Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Джека Плей И что-то меня в последнее время пропирает с вами поговорить на различные темы И это видео не исключение На фоне у вас будет переделывание дома, которое вы видели в обзоре на каталог Компактная жизнь Ссылку на дом вы найдете в описании Насчет каталога говорить я ничего не буду, так как есть обзор на моем канале Вы можете найти его по ссылке в описании или на ролике Там будет такой значок, где вы там нажмете и найдете его Там все мнение о каталоге у меня подробно и компактно изложено И сегодня пойдет тема немножечко о другом Я хочу поговорить о опросе, который был доступен недавнее время, но он уже закрыт И там такие щепетильные темы подняты, что очень хочется с вами обсудить их Кстати, если вам нравятся такие ролики, то ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали Давайте наберем под этим видео свыше 500 лайков И я выпущу ролик, опять же разговорного формата Где мы поговорим с вами о голосовании предметов для режима создания персонажа Для каталога сообщества Там очень большое обилие различных концепт-артов с одеждой Которые бы я с вами обсудил и поговорил Потому что, ну, очень хочется Я думаю, что вам будет интересно И, возможно, вас там будет ждать один сюрприз Но не об этом Я все-таки решил этот дом перестроить, так как он мне понравился Я думаю, почему бы с вами им не поделиться В обзоре, конечно же, я там размещал различные объекты Которые нужно было бы вам показать И это было совершенно некомпактно То есть он был не очень для жилья подходящий И вот я решил добавить задний дворик Больше его облагородить, чтобы там было удобно жить вашим персонажем Так, давайте уже перейдем к опросу Мне уже не терпится с вами поговорить Был опрос, в котором было несколько пунктов Отношения, новый контент, переделывание дополнения времена года И переделывание всех дополнений Насчет отношений я скажу вам, что все пункты, которые там были предложены в этом подпункте Они мне все понравились Там были отличные отношения, там связанные с дружбой Отношения вне семьи То есть что происходит в городе И мне кажется, что все эти пункты должны быть в игре Я очень надеюсь, что разработчики все-таки немножечко начнут как-то внедрять новые отношения А ты знаете, друзья, лучшие друзья, там любовные отношения И все, на этом как-то все заканчивается Хочется чего-то большего, интересного И я надеюсь, все-таки этот пункт, они не зря его поставили вопрос Потому что он сейчас много кого волнует Насчет нового контента, там говорилось о том, что они готовы сделать а-ля новый отпуск Ну то есть на два дня там персонажи могут куда-то отправиться Но я не вижу в этом смысла Из-за того, что у нас есть Сильвадорадо Это приключение в джунглях И также у нас есть поход Куда мы отправляемся в поход? Гранит Фоллс Хотя если новая локация будет, было бы неплохо Ну опять же, там фигурируют как два дня Выходные Не знаю, посмотрим, что бы они там предложили И очень была щепетильная такая тема В этом пункте Это создание своего отеля И развитие его Я очень жду, что же разработчики все-таки выпустят игровой набор Связанный с этой тематикой Было бы реально неплохо Мне кажется, из-за того, что Вспомним рестораны Как они проработаны Как они сделаны У них очень хороший функционал Связанный с ведением ресторана С развитием его Также с созданием И мне кажется, что отели были бы просто потрясающим игровым набором Наравне с ресторанами Я очень надеюсь, что все-таки разработчики его выпустят И снова контента больше ничего так сильно мне не понравилось Только вот отели меня, честно, сильно зацепили И самое интересное Это мое любимое дополнение Времена года Разработчики в этом пункте говорят Что они готовы переделать зимние забавы В этом дополнении И добавить катание на прудах Катание на санях На лыжах ходьба Еще на сноуборде катание Мне кажется, что было бы интересно Если разработчики все-таки будут развивать эту тему И больше добавят зимних всяких классных штук Плюх В это дополнение Так как не хватает зимой чего-то такого вот зимнего Как катание на сноуборде На санях, кстати, сани Это очень круто Это будет впервые в Sims Такого еще не было ни в двойке, ни в тройке И мне было бы интересно посмотреть, как они это реализуют И еще что очень самое такое забавное Что мы могли проголосовать от 1 до 10 Нравится нам эта тема или нет И там можно везде десятки было расставить То есть на каждой теме можно было поставить десятку Собственно так и сделал Мне вот интересно, если так сделали все Они добавят все в игру Или что-то все-таки выберут Надо смотреть Но я надеюсь, что все-таки они это переделают Не зря же опрос был создан для этого Конечно, там были еще темы связаны Что больше выпускает черты характера Там жизненные цели, работа Но, если честно, в этом пункте меня не сильно что-то порадовало Я проголосовал просто за Чтобы они делали большие баг-фиксы Багов в игре очень много И я надеюсь, что все-таки будет все пофикшено Хотя все пофиксить они не смогут Так как контент очень часто добавляется в игру И это просто нереально Ну, я проголосовал, чтобы они больше фиксили багов И также, чтобы добавили новые жизненные цели И черты характера Этого реально в Sims не хватает Что-что Вот карьеры вроде они есть Они добавляются очень часто И очень много Даже с обновлениями добавляются А вот черты характера приходят не всегда И их реально не хватает И самое мое любимое И последнее в этом вопросе было Что разработчики готовы переделать дополнения Которые были выпущены на данный момент Игровые наборы и дополнения Туда даже входит в университете Которое было вот одной из последних Мне закрадывается мысль, что что-то в студии Начали сильно беспокоиться о контенте Что они готовы даже переделать три Игровых набора или дополнения Из этого списка Конечно же без сомнений Я выбрал это Веселимся вместе Жизнь на острове И еще честно Я выбрал времена года Ну чтобы знаете Наверняка они его переделали Веселимся вместе Очень красивый город И я этого отрицать никогда не буду Он является одним из самых лучших городов в Sims Он большой Очень разносторонний Скажем так по стилям И в нем приятно жить Это факт Но город, клубы И просто какая-то там маленькая тусня Этого очень мало для дополнения Все-таки дополнение это большое расширение для игры Sims 4 И добавлять только клубы и город И считать это большим дополнением Ну такое себе И я надеюсь, что все-таки они что-то еще новое добавят в этот доп И он будет более наполненным Я даже помню было, когда его только анонсировали Это дополнение Один из зарубежных игроков Создал огромнейшее видео Там минут на 20, по-моему на 30 И рассказывал, почему это дополнение не очень хорошее И оно набрало 2 миллиона просмотров на тот период Потому что реально все были озабочены Тем вопросом, почему такой доп сырой И я буду надеяться, что разработчики Все-таки исправят эту дыру в этом дополнении Сулань я выбрал то, что исследовать океаны нам нельзя Работы и карьеры все закрытые Плавание, русалки Это маловато для допа Город красивый Я не отрицаю опять же Многие из моих коллег по цеху и друзей Не сильно впечатлены дополнением в университете И на вопрос, отправятся ли они второй раз в университет Многие сказали, что нет Так как им одного раза хватило Я думаю, что здесь комментировать просто нечего Скратце расскажу, что из игровых наборов я бы, наверное, все-таки изменил бы день спа Так как там только навык и новый тип участка Ну и вот эти всякие процедуры Этого маловато Если просто сравнить приключения в джунглях вампиры Этого реально мало И также я бы, наверное, переделал мир магии Так как он все равно является каким-то сыроватым Если честно Вот такие мысли у меня получились о данном опросе Мне будет интересно узнать ваше мнение Каково оно Обязательно длитесь в комментариях Так как каждое мнение важно для меня Мне очень интересно узнать, как думаете вы Ну серьезно Многие дополнения и игровые наборы являются сырыми И чего-то в них не хватает Я могу просто каждому допу приколебаться И сказать, что там не хватает, что там Опять же, это сугубо личное мое мнение И оно может не совпадать с вашим Каждый из нас имеет свое мнение И оно у меня такое Как вы сейчас слышали на данный момент в ролике Надеюсь, вам было интересно услышать мою позицию Как я думаю И вообще, как вы проголосовали в вопросе Делитесь своим мнением, опять же, в комментариях Посмотрим, что как у вас Но вот такие вот дополнения я бы все-таки изменил Серьезно, как-то слабовато Если вы желаете видеть больше роликов О различных темах для разговора Где мы можем с ними поговорить Что-то пообсуждать Мне будет очень приятно узнать ваш фидбэк Поэтому пишите в комментариях Ставьте лайки И мне не терпится поговорить о каталоге сообщества Надеюсь, вам будет эта тема интересная И вам интересно узнать мое мнение Так как я, так скажем Вот просто себя назову старожилом Sims Вообще, я играю с первой части Многое повидал Опять же Я не отрицаю того, что я многое Что-то для себя Открываю впервые Что-то я могу не знать Например, делая те сравнения Которые вы видите на моем канале Я сейчас ссылаюсь больше на источники С информацией Это Sims Вики Или какие-то фан-сайты Где много-много всякой различной информации О том или ином дополнении Каталоге И вообще, что вообще происходит В Sims 3, 2 Я не могу быть в Википедии И знать все Ну, как бы логично Каждый из нас не может быть просто Википедией Все равно в четверке Если честно Все как-то поверхностно Просто как-то весь контент поверхностный Нам его демонстрируют До выхода дополнения Просто в анонсе нам сливают весь геймплей Ты такой думаешь Потом играешь Такой думаешь А я это уже видел А это я тоже уже видел А это все Ну, как-то так Поэтому мы немножечко И осуждаем четверку Нам она чем-то не нравится Из-за того, что все как-то поверхностно Вот так выходят дополнения Ничего с этим не поделось К сожалению Хотя Хотелось бы чего-то интересного Надеюсь, все-таки Нас порадуют чем-то Как вы думаете? Я думаю, что да Обязательно подписывайтесь на мой канал Если впервые смотрите это видео Не забывайте Также подписываться На мои социальные сети Вконтакте Инстаграм Твиттер Я там везде За всеми бдю Слежу Сижу Буду вас там ждать Всем огромное спасибо За просмотр Скачать участок Вы можете по ссылке В описании В галерее По оригину Моему ID Джекоплей Всего новых встреч И всем пока Увидимся в следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok